О, могучий дядя Леша, убери, пожалуйста, трамвай из дороги. О, могучий дядя Витя, не плавь, пожалуйста, в электростареплавильных печках и ненавистные рельсы. О, могучий дядя Леша, закатай, пожалуйста, твоим великолепным асфальтом все дороги. Все дело в том, что всех этих людей я прекрасно знаю в легче. И люди-то они очень хорошие, кстати. Обращаюсь я не только от своего лица, от лица у всех автолюбителей. Почему? Да потому что надоели литвина и кордубина. И в конце концов мне хочется летом прокатиться на низкопрофильной резине. Есть у меня такие спортивные машинки. И куда я приехал за низкопрофильной резиной? Да вот сюда, Москоград, что на Амар-Зоне 9. И так акция, которая проводится сейчас в Автоград, называется Инчат. Чем они послушаются? Ну, это просто на машине. Автолюбиль, диски, твершего диаметра. Как-то сделаю безболезненно и к чему-то приведет. А что я себе объясню? Посмотрите, зимой вы ездили 5-м крючком по колболю. На резине на 13, на обычной. Пальсики мы увидим. Собственно говоря, на переднем приводе. Что вы имели? Вы имели мягкость. Соответственно, разглаживали все крючки для своей подвески. Но и это же колесо. Проходит колесо, отлично. Наверное, что у нас баклонов. Что все равно чуть-чуть вам надо поворот? Убираем. Ставим колесо. На 15. Да, оно низкопрофильное. Да, возможно, точку вы будете чувствовать быстрее. Но если вы привыкли летать, пункт А это ширина, то есть защищенность на мокром покрытии и пункт Б. Вот это колесо. Не сомневаться. И здесь мощная боковина. Но все рано или поздно уходят. Ушел мой учитель. Великого уважаемого иного. Мастер своего дела Валерий Юрьевич Геннерверов. Он был поклонником журнала «За рулем» и «Этичная автопрома». И вот мы с ним спорили. Он утверждал, что ему нельзя ставить на автомобиль. Вместе с журналом «За рулем», кстати. Вместо 13-дюймового – 14-дюймового диска. Программ прошел. И автоваз допускает установку даже 15-дюймового диска. И, между прочим, все импортные автопозрители допускали заранее. Ну и, допустим, на Nissan Skyland можно было легко ставить вместо 16-дюймового диска. А вы знаете, как это говорилось? Вместо 15-дюймового диска. А 17-дюймового диска. «Хаммер», «Эч-2», «Эд-эч-3». Но, ладно. Много ли дисков в Автограде? Бесспорно, много. Вопросы не скромные. Так, сколько же дисков в Автограде? А-а-а. Семьсот видов если рассмотреться наши методики. Нужно увеличивать диски от 3-го и до 17-го радиуса до 20-го, пожалуйста. Можно заказать в связи. Диски мы являются дилерами фирмы «Аквартшен Германа» и США. с помощью которым можно изменить полностью дизайнер автомобиля, сделать более красивый внешний вид и придать эксклюзивность, можно даже так сказать. Ну давайте снегес на землю. Вот мы взяли, допустим, банальный субисио Лансер. Можно ли его подшерпнуть, подобавить субисио? Прямо сейчас, прямо здесь. Субисио Лансер, есть выбор на данный момент, по 18-м дисках. Это также фирменный интернет, чтобы нецеленно ваще. Цвет, темный, прям, и потом, пока что не хочет, как бы выкранить. Мы можем говорить о том, что на большинство в том мире представленного здорового города, диски различных типов коронавируса существуют. Никогда не скрывали. Любим все блестящее. И с самого детства, тогда еще на копейку, очень хотели поставить литые диски. А сейчас, когда литье это стандарт, ну что еще? А не стандартный подход к собственному автомобилю. А еще, я люблю технику драйва, когда машина остро чувствует руля. Как реально выглядит авто на увеличенных дисках. А вот так. Как реально чувствует себя машина. Об этом чуть позже будет и такое. Но в комплекте каждого рейсера есть резина и для езды по городу, и для драйва. Вот квартир Автоград, Тай, Брус, Фонт Позиций и Леонор. Вроде, но не квартир, он стал винтетом. И солирует в нем программа Автостоп. И программа Автостоп здесь. Есть свои персональные, разумеется, скидки. Программа Автостоп здесь. Заливает масла, покупает диски. Получает удовольствие. Кредит на просоединиться. И стать секстетом. И целым хором. Приходите сюда на машине 9, или на правду, или на советскую 160.